Многообразие религиозного опыта 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 Льва Толстого Еретическая свободомыслие Отрицание церковных институтов Авторитетов и канонов Скорее является правилом Чем исключением Можно говорить о религиозных Единообразных традициях Общепринятой литургии Других внешних отправлениях Проявляющихся в одинаковых молитвах Общности обрядов рождения и смерти В общем, во всех коллективных действиях понятие монотаизма вполне приемлемо и уместно его использовать, но религиозные переживания отдельно взятой личности протекают по сугубо индивидуальному и глубоко скрытому сценарию, о котором сам верующий, если его спросить, расскажет немного. И не потому, что он не хочет, а потому, что он не сможет выразить свои субъективные ощущения в словах. В десятой части, в которой рассказывалось о причинах Амарской трагедии, обращалось внимание на то, что Атон был скорее языческим божеством и существовал наряду с другими египетскими божествами. А главное, клятвенные заверения, данные ему, Эхнатон неоднократно нарушал. Направление этих изменений, смена акцентов религиозного культа, закрепленная также в именах дочерей и самого царя, историкам-профессионалам, таким как Христиан Жан, прекрасно известно. Воспроизведем два фрагмента из десятой части нашего фильма, чтобы напомнить нынешним зрителям языческий характер бога Атона, существовавший в голове Эхнатона, а также последовательность отхода царя от первоначальных планов строительства дома для Атона, то есть столицы древнего Египта на тот короткий период, пока Амарну не смыло в бурлящий Нил с селевыми потоками, обрушившимися со ста метровой высоты восточного плоскогорья. Итак, смотрим первый фрагмент. И как иероглиф, и как непосредственный образ изображался в виде Солнца, поднимающегося над ваги или даже выходящего из ваги. Если человек смотрит на Солнце, поднимающееся над горами или опускающийся за них со стороны неосвещенной низины, то он видит лучи, направленные к нему. Создается впечатление, будто Солнце протягивает вам руки, согревая вас и освещая всё вокруг, то есть Атон дарует вам жизнь, которая обозначается символом Анг, написанным или сделанным из какого-либо материала. Таким образом, Атон ассоциируется с женским началом, что царь всячески подчёлкивает своим внешним видом. Большая женоподобная грудь и широкие бёдра у него были, видимо, на самом деле, хотя художники и скульпторы, изображающие царя, наверняка придавали этим частям тела гипертрофированный вид. В Карнаке была найдена необычная статуя Эхнатона, у которой как-то уж подчёркнуто отсутствовал мужской детородный орган. Царь обожал жену и своих дочерей, которые непременно сопровождали его во всех делах, и государственных, и обычных, домашних. Художники, не стесняясь, изображали их взаимную любовь. Заметим также, что имя Эхнатон, угодный Атону, означает пассивное служение божеству, каковым для египтян всегда оставалось солнце, то есть в его имени звучит больше нечто женское, чем мужское. Сейчас смотрим второй фрагмент. К счастью, с самого начала 20-го столетия археолог, в частности Дэвис, делали зарисовки стел, фотографировали их в различное время и, соответственно, в различном состоянии, и даже отливали из искусственного материала. Однако, вернёмся к количественному вопросу, сколько пограничных стел предполагалось возвести по первоначальному плану, и почему их оказалось намного больше, возможно, даже больше 16-ти. На церемонии открытия столицы Египта Эхнатон твёрдо и решительно поклялся «Я никогда не наружу клятву, принесённую Атону, моему отцу. Её текст сохранится на каменных стеллах, установленных на юго-западной и северо-западных границах Ахетатона». Ну, это древнее название столицы. Он, то есть текст клятвы, не будет испорчен, не будет стёрт, не будет стёсан, не будет замазан гипсом. Он никогда не исчезнет, а если он всё-таки исчезнет, как-то будет уничтожен, или стелла, на которой он написан, упадёт, то я восстановлю стеллу в том же месте, где она стояла, и точно воспроизведу текст клятвы. Теперь мы знаем, что царь фактически нарушил эту клятву, которую он впервые торжественно произнёс тринадцатого дня четвёртого месяца пятого года своего правления. Ровно этот же текст появился на стеллах, возникнутых в шестом году правления Ахетатона, когда было завершено строительство этой первой серии стелл. Но в восьмой год произошла радикальная метаморфоза. Мало того, что царь изменил количество стелл, поменялся и сам текст клятвы. Царь добавляет своим четырём именам пятое. Соответственно, меняется текст клятвы. К нему добавляются новые слова, подчёркивающие территориальные границы владения Ахетатона, которые он обещает ни в коем случае не переступать. Вот как об этом решении царя в одиннадцатой главе книги «Нефертити и Эхнатон. Солнечная чета» написал Кристиан Жак. Поднявшись на большую позолоченную колесницу, он, то есть царь, отправился в инспекционную поездку и осмотрел стены, отмечавшие южную границу города. В восьмой день первого месяца зимы царь вновь поклялся, что не переступит пределов города Солнце. Это было теологическим подтверждением рождения столицы, посвящённой Атону. Что послужило причиной подобного поступка, мы не знаем, пишет французский египтолог. Какие события, произошедшие между шестым и восьмым годами, могли побудить царя к торжественному повторению своей клятой? Документы об этом умалчивают, недоумевает Кристиан Жак. Но точно известно, что в девятый год правления царя появилось новое имя Атона. «Доживёт Ра, властитель страны света, ликующий в стране света в имени своего Ра-отца, который явился в образе Атона». В этом имени уже не упоминается ни Харахте, сокологоловый солнечный бог, ни шубог, пронизанного светом воздуха. Сакральное имя теперь объединяет только Ра и Атона. И оно сохранится неизменным до конца царствования. Атон становится божественным отцом царя и сам обладает царским статусом. Он располагает всей творческой мощью Ра. Говоря о радикальном и многозначительном изменении имени царя и комбинированном имени бога Атона, к нему теперь присоединяется бог Ра. Автор книги ничего не сказал о появлении на смерть двух самых младших дочерей. В том же, в девятом году, родилась Нефернифру Ра. А в одиннадцатом году Сетипен Ра именно четырёх старших дочерей заканчивались именем бога Атона. Причём первые три родились ещё в Хифах, старой столице Египта. Самая старшая дочь носила имя Марито Тон. На пятнадцатом году правления отца она была выдана замуж за младшего брата Эхнатона Семнек Хара, который являлся по сути соправителем Эхнатона и который исчез с политической арены в тот же самый семнадцатый год, когда исчез Эхнатон. Следующая дочь носила имя Макета Тон. Достоверно известно, что она умерла в двенадцатом году правления Эхнатона. Её мумя оказалась первой в семейном склепе, находящемся в нескольких километрах пути, если идти на восток по царскому Ваде. И снова мы обнаружим удивительное совпадение. В том же двенадцатом году правления, когда умирает Макета Тон, куда-то исчезает Нефертити. А вместе с ней ничего не слышно ещё от трёх самых младших дочерей. Две уже упомянутых. Годовалая Ситипен Ра и трёхлетний Нефернифру Ра, а также шестилетний Нефернифру Атон, родившийся уже в Амарнии. В живых осталась третья дочь Анхесенпа Атон, ставшая впоследствии женой Тутанхамона. Итак, к моменту рождения двух последних дочерей Эхнатон разочаровался в Атоне и обратил свои взоры к традиционному солнечному богу Ра. К сожалению, и это традиционный для Египта бог не помог дочкам выжить. Имена двух младших дочерей с божественной приставкой Ра, как и имена четырёх старших дочерей с приставкой Атон не помогли. Данный исторический факт перечеркивает широко распространённое мнение, будто Эхнатон был каким-то вероотступником, царём-революционером, которого якобы убили жрецы-консерваторы, не пожелавшие принять новую монистическую веру, наподобие христианской. Отсюда нет никаких оснований вспоминать о Моисее, который прорыв какое-то время в Египте мог усвоить азы монистического иудаизма, пообщавшись с последователями учения Эхнатона. Всё это досужие домыслы, которые не отвечают элементарным фактам. Эхнатон погиб не как религиозный фанатик, привержен из культа Атона, а как царь, верящий традиционному богу Ра. Эта ошибка произошла потому, что египтологи, столкнувшись с множеством вещественных носителей, на которых запечатлено прославление царской четы культа Атона, никто особенно не задумывался над вопросом, почему Эхнатон вдруг в конце своей жизни отвернулся от Атона. Очевидно, до царя наконец дошло, что могущество божества, в которого он верил с детства, ещё при жизни отца недостаточно, раз он не смог уберечь о гибели его жену и детей. Кстати, уместно напомнить, что Аменхотеп III, как и его сын Аменхотеп IV, всю свою праздную жизнь предавался любовным утехам. Атон – это семейный бог счастливой жизни и чувственных наслаждений, что отражено в настенной ростисе многих усыпальных нового царства. Неправда, будто Атон – всецело изобретение Эхнатона. Его отец и мать Тия немало приложили сил для утверждения в Египте бога солнечного света. Атон – полная противоположность сету, бога ярости, разрушения, хаоса, войны и смерти. Это он унёс в пучину разыгравшейся природной стихии жену и детей Эхнатона. Чтобы противостоять злой силе сета, царь, не без помощи, конечно, жрецов, призвал себе на помощь древнего и могущественного бога Ра. Разница в двух солнечных богах как раз и состоит в степени могущества. Если Ра считается самим солнцем, то Атон – если солнечный свет, то есть нечто внешнее и вторичное. Субтитры создавал DimaTorzok